привет подписчики с вами сварщик скубани сегодня мы поговорим о двух интересных темах первое это вы спрашиваете вы спрашиваете как сделать закладные для крылечко например вот я нашел старую закладную как она делается пластина квадрата какой вам площади там надо квадрат то есть какой столб у вас будет например десятка столб то делайте в квадрат на 15 чтобы вы могли его обварить поставить и обварить этот столб так и смотрите если например это ступени да то смотря как они у вас будут стоять то есть если это будет на четырех ножках стоять вот сама платформа дома ступени тогда хватит сантиметров 40 длины вот этих вот ножек вот этих вот ножек сантиметров 40 хватит длины короче ясно да они вот так привариваются вот сантиметров 40 хватит если будет держаться как бы платформа на стене и на двух ножках тогда надо делать больше глубже ясно да вот так же и столбы допустим если столб он один стоит то надо его делать поглубже если они стоят два три в куче тогда можно и поменьше то есть отталкивайтесь от 40 сантиметров и более лучше всего то есть ножки вот эти вот сделали по 40 сантиметров и лучше всего еще проволокой проволокой это будет лучше всего ясно заметил еще что мои подписчики замечают даже какое у меня настроение удивляет и радует что вы даже следите за моим настроением вот дальше насчет того что когда я снимаю сварочную ванну сварочную ванну да там слишком яркий огонек такой то есть плохо видно саму сварочную ванну это все зависит из-за стекла стекла у меня на 9 дин стекло вот я как найду на 11 дин стекло тогда будет еще виднее сварочную ванну то есть она будет потемнее немножко я пробовал через два стекла снимать там вообще плохо видно то есть получается 18 дин 18 дин это слишком много где-то надо 11 дин найти стекло и будет вообще все супер короче понятно так за это рассказал зато рассказал но основная тема сегодня основная тема разговора это то что мы то есть я всегда свои сварочные аппараты бытового класса да я за них говорю что они не варят электроды у они ребят они варят электроды у они знаете почему они все варят электроды у они потому что у них постоянный ток это инверторный аппарат и в нем постоянный ток в любом и поэтому они обязательно должны варить электроды у они любой сварочный аппарат варит электроды у они кроме переменки кроме сварочного аппарата с переменным током вот и когда я вам говорю что сварочный аппарат не варит электроды у они то это не совсем так понимаете то есть он их варит он их варит просто для каких-то профессиональных дел он не пойдет для электродов у они для каких-то ювелирных работ для потолочного шва например не угловой потолочный а именно потолочный шов там надо малые амперы короче ставить понимаете и не подойдет они то есть для таких целей для профессиональных дел с электродами у они эти аппараты не подходят а некоторые подходят понимаете и вот который за подходит я вам всем рассказываю за эти сварочные аппараты например сибертех да он подходит для профессиональных работ вот а если взять например сварочный аппарат электролайт он не подходит для профессиональных дел с электродами у они с рутилом он подходит под любые работы потому что рутиловый электроды варят вообще все аппараты и вы сами видели что я ударником варю отопление и без всяких проблем а это самый дешевый аппарат поэтому не думайте для дома для дома вам хватит электродов у они поварить там приварить там два куска железа например и сегодня я вам это продемонстрирую то есть я возьму два сварочных аппарата это борт bs и 250 h в котором 220 ампер действительно 220 ампер я замерял мячу амперметр не сгорел и электролайт qx 220 сейчас я покажу вот они вот они два красавца вот они для профессиональных работ с электродами у они не подходят но у они они варят понимаете вы может неправильно меня понимаете когда я рассказываю вам что аппарату они не варит он не варит для профессиональных работ то есть ну не катит а если два куска железа приварить то он варит их и сегодня я вам это покажу вот еще расскажу за аппарат этот аппарат выдает 220 ампер у него и на крутилке здесь вот 220 на спидометре видите вот хоть он и называется 250 на спидометре у него 220 все 220 он и выдает короче я пробовал ним варить у они четверку я нашел такие электроды вот они вот хорошо видно вот видите это они четверка дубины хорошие такие он вот на таких амперах я вчера ним варил смотрите 140 поставил и он их шмалит аж за здрасте четверку они вот сегодня мы поварим как бы ну допустим нам надо закладную поварить до закладную там и арматуру вот надо нам арматуру приварить зак закладной и приварить электродами у не надо да вот вот этими двумя аппаратами мы сегодня и поварим начнем с аппарата борт включим мелочи хочу сейчас ну так включил я свет включаем аппарат загудел наш красавец борт это самый мощный моего мой аппарат я был в шоке действительно выдает все свои амперы но он уже не такой и дешевый я вам скажу этот аппарат по моему 6000 он стоит где-то так он выдает все свои ампер то есть он и пятерку по потянет без проблем короче ручку ему такую поставил мощняцкую так как он и сам такой знаете ну нелегкий аппарат так выглядит вот час мы ним поварим ну поставлю покрутилки где-то вот так на 110 до получается ли сколько это не 110 вот так поставлю и поварю электродами 3 миллиметра они 1355 самые такие крепенькие сабовские и поварим мы вот эту вот арматуру приварим вот этой вот пластине 4 миллиметровой посмотрим как он варит их поварим через стекло видно до расположения деталей как варить буду варить буду вот так одеваю стеклышко так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С проваром даже, видите, там зазорчик был Так что варят они? Если вот так по дому что-то приварить где-то у они, то без проблем он заварит, видите? Теперь давайте попробуем сварочным аппаратом ElectroLite Заварим вот с другой стороны Вот он красавчик ElectroLite Включаем его Сколько ампер ему поставить на троечку? Ну я думаю, наверное, ампер 160, наверное, надо Где-то так 160 ампер поставил по крупилке Вот, и поварим горизонтальный шов Вот, видно горизонтальный шов Надеваем стекло Субтитры сделал DimaTorzok 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 160 ампер было тоже многовато Горизонтальный шов Горизонтальный шов Электроды ООНИ 3 миллиметра и САБовские так что почищу ну вам уже видно да здесь шлак был весь внизу горячий еще красный вот смотрите шов какой вот видите так что варят они все и они варят работы производить не не катит не борт не электролайт видите на малых токах если варить электродами о не 1355 вот о чем я вам всегда говорил а так вообще они варят и в хорошо варят лоне то есть дома приварить две железки без проблем заварите все будет хорошо но какие-то ювелирные работы то есть там потолочные швы там надо варить же их на малых токах они уже дуга тухнет не справляется то есть дуга какая-то не эластичная короче скажем так или да не она эластичная что-то там не то чего-то не хватает непонятно чего это это электроники знают чего не хватает почему он на малых токах не варит у они вот если чего-то там в аппарате не хватает возможно вот поэтому они и дешевые что что-то оттуда убирают короче и они на малых токах не варит а в другие дешевые аппараты такие как сибир тех например там стоит что-то потому что он варит на малых токах электроды с основным покрытием понимаете поэтому я его и хвалю этот аппарат что он справляется с электродами у они на малых токах варит и без проблем без запинок а вот эти аппараты только рутила но это же не означает что они плохие аппараты понимаете ведь электроды рутил кто сказал что это плохие электроды это самые лучшие электроды самый лучших поджиг горение всего-всего то есть это отличные электроды эти аппараты предназначены для дома где там у они использовать но если вам какие-то толстые металлы дома надо поварить там что-то трактор варить телегу на трактор да можно поварить спокойно и таким аппаратом только чтоб ампер побольше было потому что нагрузка на аппарат идет конкретно когда они варите можно поварить короче и таким аппаратом но если он у вас мало мощный например как электролайт 130 ампер до днем ну поставьте электрод там троечку троечка нормально будет два с половиной электрод поставьте у они и варите делайте зазоры варите все будет держать сто процентов току побольше и вперед а вот току поменьше например у трубы варишь когда там надо току поменьше понимаете в трубы варишь электродами с основным покрытием там надо току поменьше и уже эти аппараты не справятся с этим вот вся разница а так они их варят потому что это постоянный ток и они варить будут электроды воде просто как в этом вопрос ну все пока до нового видео ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал задавайте вопросы